Друзья, собираетесь на отдых ко Дню всех влюбленных, 23 февраля или на майские праздники? На Яндекс.Путешествия каждый найдет отель по вкусу. Выбирайте из более чем 3 миллионов гостиниц, санаториев, турбаз, хостелов и апарт-отелей. В описании к ролику не только ссылка, но и промокод 12% скидка на повторное бронирование и 15% на первое бронирование, но не более 1000 рублей. Выбирай отель с пометкой кэшбэк плюса и смело применяй промокод. От Карлов Мейнер. Убийство в поместье Карловых. Сегодня мы будем с вами рассматривать, по моему мнению, играбельные в стандарте, комманы и онкоманы, которые нас ждут. Итак, погнали. Первое это кейс овзэк гэтвэй экспресс за две маны. Когда он выходит на поле битвы, мы выбираем целевое существо не под нашим контролем. И все существа под нашим контролем делают ему 1 дэмэдж. По одному дэмэджу. То есть работает как ремовал для агроколод. Чтобы использовать солов, 3 или больше существа должны проатаковать в этом ходу. Это на самом деле вообще не сложно. И когда он резолвится, то существа под нашим контролем получают плюс 1, плюс 0 на постоянной основе. И это очень приятная опция. Далее. Мейкшифт бендинг. Бендинг за три маны Чарка. Когда она выходит в игру, мы отгоняем существо под контролем оппонента. И в генем два хита. Очень приятно. Плюс, если мы играем против какой-то агроколоды, два хита, они всегда не лишние. Ликерин анлокер за 2 маны 1.3 с полетом. Это вампир. Но самая фишка в том, что за 4 маны мы можем изгнать его с Грейва и сделать себе две затапанные мышки 1.1 с полетом на скорости инстант. Что-то подобное есть уже в более старых форматах. Только там, по-моему, еще за дискард двух карт было. А тут только за 4 маны. Эти карты ничего не надо. И это очень приятная карта. Мне она нравится. Репульсив Мютейшн за 2 маны и х. На инстанте мы кладем х жетонов на целевое существо под нашим контролем. Затем контрим спелл. Если его владелец не доплатит. Кстати, тут футболтып на картинке. Если его владелец не заплатит количество маны, равное наивысшей силе среди существ под нашим контролем. Даже если мы не играем х, не кладем каунтера. Просто 2 маны, допустим, заплатить 2, 3, 4, 5. Очень неплохая карта. Единственное условие, да, крича должна стоять на столе. Case of the Fultured Falcon за 1 ману. Когда он выходит в игру, мы инвестигируем. Вообще, мне на самом деле нравится очень идея механики на инвестигейте. И очень нравится все-таки с артефактами. Чтобы соф сработал, мы должны контролировать 3 или больше артефакта. Это легко, осуществимо абсолютно. При том, что эта карточка ставится на первый ход. Она сразу делает артефакт. Соф у нее абсолютно не критичный. За соф, за 3 маны мы жертвуем этот кейс. Кладем 4 жетона на целевой, не кричевый артефакт. Он становится 0-0 птицей с полетом. Ну, собственно, 4-4 с полетом. А если этот артефакт еще не вошел в ход в этом... Не вошел в игру в этом ходу, то она сразу может идти в атаку на 4 по воздуху. Это очень прикольно. Flourishing Blumkin. За 2 маны он получает плюс 1 за каждый лес под нашим контролем. Я уже вижу, что его можно на самом деле легко играть в моногрине. Потому что он играет с only forest'ами. Там он будет смотреться просто очень прикольно. У него есть дисгуз. Мы можем его как морф флипнутым положить в игру. Ну, когда он поворачивается лицом вверх, мы ищем наши колоби до двух форестов. Пока ты моим их один себе в ручку, один в игру затапанным. То есть на поздней игре можно и так раскачиваться. Но, в принципе, он и так сам по себе неплохой. Бурит in the garden. За 4 маны чары аура. Мы зачаровываем землю. И когда она выходит в игру, мы изгоняем сегодня земельный перемен не под нашим контролем, пока она не покинет игру. То есть делаем... Ну, на самом деле изгоняем, да, карту оппонента. И когда зачарована земля тапается для маны, ее контроллер добавляет себе дополнительно ману любого цвета. Вот так вот. То есть плюс еще и разгоночка. Вообще, на самом деле, я уже вижу, что можно, в принципе, начать, наверное, собирать какую-то белую-зеленую рампу. Неплохо будет смотреться, на мой взгляд. Так. Паш, пуш, энд пул. Мне здесь пуш меньше нравится. Он уничтожает целевую затапанную крич, он с курсией сорцери, это плохо. Но пул за 6 маны сорцери мы кладем до двух целевых существ из одного грейва. в игру под нашим контролем. Они получают хосту до конца хода, а затем в конце хода жертвуются. За 6 маны мы можем положить, допустим, Атраксу и Титана промышленности в игру, стригерить их триггеры и пойти в атаку. Угу, да? Ничего так. Никакой больше лжи за 2 маны инстанта. Мы контрим целевой спелл, если не доплатят 3. Причем, любой спелл. Если этот спелл был отменен таким образом, мы изгоняем его, вместо того, чтобы положить на грейв. Наконец-то, да? Монолик. Монолик в бело-синий цвет. Я думаю, что бело-синий-красный контроль сейчас должен играть. Брейкаут за 2 маны Сорцери. Мы смотрим 6 верхних карточек библиотеки и можем показать существо среди них. Если это существо Монокост 2 или меньше, мы кладем его прямо в игру. Если нет, то кладем ее в руку, а остальное на ботом. Чем хороша эта карта? Она хороша тем, что можно на второй ход среди 6 топ-деков выбрать карточку с Монокостом 1-2 положить ее в игру, тем самым уменьшая количество карт нашей колоди благодаря ей на 4. Получается, что мы как будто играем 56 карт, потому что вот эти карты, они по сути крича, которая вот среди этих 56 карт. Это увеличивает шанс прихода нужной карты в колоде. На сколько-то процентов. Это на самом деле для серьезной магии очень критичные показатели. Плюс ее нельзя поконтрить спеллом, который типа Remove Soul, да, что отконтрите целевую кричу, потому что она не крича, это сорцер. И, собственно, поэтому мне она так сильно и нравится. Тем более, что цвета красно-зеленый достаточно агрессивные цвета, и положить какую-то хорошую красно-зеленую кричу, красную либо зеленую, либо бесцветную, будет очень даже приятно. Get a Leak Up за одну ману, это вообще просто как берсерк, на мой взгляд, практически, да, потому что до конца входят целевое существо, получают плюс 1, плюс 1 за все существа под нашим контролем. И рич. Это очень круто на скорости instant. Если мы играем токенами, и пошли всеми такими в атаку, и дали какому-то там существу, ну я фантазирую сейчас, да, плюс 20, плюс 20, ну это летальный дэмэдж, даже если остальных существ поблокировали. И это очень классная карта, на мой взгляд. Плюсом, ну и сейчас играют там бело-красно-зеленые, красно-зеленые дэки, которые там у нас есть какие-то существа, которые там дабл-страйки получают с пробивными ударами, ну еще что-то, еще что-то. Вот Get a Leak Up должен здесь играть прям замечательно. Долгое прощание за две маны, не может быть от контроля, уничтожает целевое существо и пансволкера с монокостом три или меньше. По сути это смутер. А была раньше такая карточка, долго играли, потом перезавали под другим именем. Смутер это за две маны, то же самое, там с монокостом до трех, не может быть от контроля, но этот вполне плохой, почему он, ну и может быть он контрен, я не знаю, зачем это надо, в принципе, абсолютно необязательная обилка, но представим, что мы играем против, допустим, фей, тогда да, которые сейчас, не играют в стандарте, представим, что мы играем против контроля и убили, допустим, Токена с императрицы, ну ладно, он скажет, да и фиг с ним, как бы, ну пусть не критично, да, вот, а если оппонент играет с каким-нибудь мидрейнджем, поставил шелдред, то мы сидим с лонгутбаем на руке и считаем бабочек, потому что, ну, ничего-то, собственно, он не делает в таком случае, поэтому мне он, если честно, мне кажется, он будет играть в каких-то сайдах, может быть, в каких-то, как сказать, в количестве одной-двух копий, если мы знаем, что, допустим, метагейм на 90% состоит из агроколод, почему бы нет, но, допустим, такой обязательный ремовал, который кладут 4 в мейн, это нет, но карточка неплохая, а шок пересдают, я не мог его сюда не включить, все-таки я делал обзор на играбельные common and common и шок пересдали, кстати, очень красивый арт, мне прямо, он очень сильно нравится, и это замечательно, шок будет дальше с нами, фастер лич, фестер лич, мне, на самом деле, сильно понравился, я вообще люблю тематику грейва, люблю зомбей, за одну ману зомби 1.1, когда он наносит комбо дэмэдж, плееру вы милите 2 карты, это нужно, для того, чтобы грейв наполнялся чем-то, что нам нужно, здесь, ребят, сегодня так покашливаю, за 2 маны, он получает прудак, прудак до конца хода, как сорцери, один раз в ход, то есть, мы первый ход ставим, второй ход, идем в атаку, и оппонент думает, блокировать, или не блокировать, да, не будем блокировать, я там себе смирю, я этого и хотел, заблокировал, мы усилили, разминался скричей 3-3, еще лучше, если играем про какой-то агры быстрой, то мы первый ход поставили, второй ход стоим, и либо можем наистанте скассить рему, либо просто встать в блок, да, и допустим, дать плюс 2, плюс 2, и то же самое подестроить что-нибудь, и это тоже очень приятно, хороший лич, вот он, мой в отч, с 2 маны, мы изгоняем атакующее существо, отличная карточка, для контролей, вообще абсолютно бескомпромиссная, сейчас, по-моему, есть за одну ману там, изгоните, существо, с монокостом до 3, и там 3 дэмэджа в атакующее существо, да, если он умерл, то изгоните, а тут просто, если существо атакует, и в изгнание, все, без компромиссов, карта очень даже неплохая, рублблт мэверик, тоже очень хорошая карта, тигр трехглазый, только сейчас заметил, шестиглазый, суть в чем, в том, что он тоже будет работать в скалоде, на, которая связана с грейвом, он в этом плане очень неплохой, когда он выходит в батт на баттлфейт, он сурвейли 2, кстати, не только в контроле, просто где-нибудь еще, когда он сурвейли 2, например, мы можем поставить 2 топдека, да, не нужно убрать на грейв, остальное ставить на топдеке, и за одну ману мы сгоняем его из кладбища, и кладем жетон на существо под нашим контролем, как сорцери, всего лишь за одну манку, это очень круто на самом деле, допустим, мы играем какой-нибудь колодой, связанной на грейве, с тем же самым из зони, и сгоняем, да, чтобы усилить нашу кричу, когда он вошел, он с сурвейлил, то, что нам нужно, он убрал на грейв, что не нужно, оставил, а плюсом мы можем им играть в колоде на каунтерах, он умер, сдался под кого-нибудь, потом прокачал, и там уже плюшки пошли от каунтеров, ну, и, к тому же, он хуман, можно, в принципе, его в белый-зеленый, какую-нибудь колоду на хуманах тоже засунуть, он тоже будет качать, допустим, у меня уже, если на и играть, допустим, этого, господи, как же он, анимпокаля, да, то есть, он на него положил жетончик, и он уже на одного токена будет делать больше, тоже как вариант, флутсэм и джетсэм, нас не интересует флутсэм вообще, потому что там смититри карты, инвестигируете, в принципе, интересно, но джетсэм еще интереснее, все оппоненты мирят три карты, затем вы можете скастить спелл с кладбищей оппонентов без оплаты, мано стоимости, а если оппонент играет с какими-нибудь реаниматором, если он играет с какой-то жестью вообще, блин, если там у него, это Али лежит, и ты такой, хоп, давай, если угры его прямо непосредственно, хочешь, хотел среанимировать, не, нифига, давай, вот прям вот так вот, то тоже такое, блин, имеет место быть, это классно, это классно, это прикольно, вот, Lightning Helix, друзья, переиздали Lightning Helix, это просто пушка, потому что Lightning Helix, в принципе, пушка, во-первых, во-вторых, он будет очень долго мозолить всем глаза в стандарте, потому что Lightning Helix просто, можно сказать, прерывает эпоху моноредов, прерывает эпоху очень быстрых агр, и вносит дисбаланс, жесточейший, и можно играть в агриколоде, контрольный, где угодно, хоть в комбе, неважно, он уносит три дэмэджа в любую цель, ты генешь три хита, все предельно, ясно и просто, Lightning Helix forever, очень крутая, сильная карта, которая до сих пор играют и в Легаси, и в Модерне, и где угодно, собственно, вот так вот, Кровут Ханч, мне эта карта, прямо понравилась сильно, это последняя карта, кстати, на обзоре, сегодня такой у нас короткий обзор, за одну ману, это еда, equipment, за equipment, то есть, что, получает 2 плюс 0, за equipment, 2 у него, за 2 маны, этап, погиб 3 хита, но, вся соль не в этом, это мы, как бы, отдельно, когда он попадает из игры на кладбище, из игры, да, мы можем доплатить 2 маны, если мы это делаем, мы создаем 2 белых собак, токенов, вот, собственно, колода на токенах, с красной карточкой, которая сакрафайз артефакта, кладет 3 гоблинов, по сути, за 2 эти карты, за кровот, и за эту, за 3 маны, мы получаем 5 существ, вот, что важно, на третий ход, мы можем получить 5 существ, и это, мне кажется, офигенно, друзья, я надеюсь, что это коротенькое видео вам понравилось, у вас уже есть какие-то мысли, идеи, что вы будете собирать, чем будете играть, у меня они есть по-любому, пишите о ваших идеях, в комментариях, но я с вами не прощаюсь, я хочу еще до выходного сета сделать пару обзоров на колоды формата исследователь, ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, с вами был Дима, МТГ Сибирь, спасибо огромное вам за просмотр, всем удачи, пока, и хороших топ-деков.